Добрый вечер! В эфире новости. В студии работает сама Цикенов. И в начале выпуска коротко о главных событиях. В новых домах микрорайона Карагайлы устанавливают современные устройства, обеспечивающие безопасность и комфортность проживания граждан. В честь 120-летия Мухтара Ауэзова Государственный музей-заповедник Абая выпустил три книги. Одно из них – всемирно известное произведение «Коксирек». В Семее завершился межрегиональный турнир по футболу среди детей. По итогам соревнований победу одержала команда «Цементник». Об этих и других событиях более подробно. В Семее в рамках проекта «Цифровой Казахстан» устанавливается современное оборудование. В подъездах жилых домов появились многофункциональные умные домофоны, которые не только обеспечивают безопасность, но и благодаря мобильному приложению открывают дистанционный доступ к камерам видеонаблюдения. За последние несколько лет цифровые технологии стремительно вошли в нашу жизнь. Не секрет, что их развитие в значительной мере облегчает жизнь людей. Вот такие умные домофоны установлены в трех домах жилого массива Карагайлы. Благодаря им жильцы новых квартир получат возможность дистанционно контролировать, кто вошел в их подъезд и что творится во дворе дома. Кроме того, разработчики предусмотрели многофункциональность устройства, которое позволит повысить безопасность и комфортность проживания граждан. Каждый домофон оснащен цифровой видеокамерой, которая 24 часа в сутки снимает происходящее перед домовой территорией и передает данные в Центр оперативного управления ДВД. Также данную картинку могут просматривать жители через мобильное приложение. Помимо всего прочего, данные домофоны оснащены системой экстренного оповещения. То есть в случае чрезвычайной ситуации домофонные трубки переходят в режим громкоговорителя и оповещают жителей, что им нужно делать в определенной ситуации. Всего в новом жилом массиве запроектировано строительство четырех школ на 1200 мест каждая и четыре детских сада на 320 мест. Также в согласовании проходит проектно-сметная документация на возведение детского восстановительного центра на 150 мест. На сегодняшний день уже построено шесть домов. По словам главного архитектора города Бахтиара Салимова, жилые и культурно-спортивные объекты микрорайона Карагайлы строятся с применением новых технологий. Уникальность застройки в том, что применяются современные материалы, применяются современные технологии. И даже само здание Абая-арена уникально тем, что, я думаю, в нашем регионе такого объекта еще нет. Это, можно сказать, первая ласточка, она именно сегодня в Севип-Палатинске. Что в отношении жилых домов, здесь применяются как кирпичные дома, так и применяются каркасные дома, сборный каркас, который именно выпускает наша местная промышленность. Сейчас в микрорайоне Карагайлы полным кодом ведутся строительно-монтажные работы. До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 13 жилых объектов. Сама Секенов, Серик Нуртозинов, телеканал «Семей». В семье с начала года 17 человек погибли, 281 травмированы в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным УВД города, в этом году произошло 206 аварий, повлекших серьезные последствия. По ним были заведены уголовные дела. Большой процент несчастных случаев на дорогах связан с наездом на пешеходов и столкновениями. Всего за 9 месяцев этого года в городе зарегистрировано 26 541 нарушения правил дорожного движения. Общая причина – низкая дисциплина водителей. Среди грубейших нарушений лидируют несоблюдение скоростного режима и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Одним из последних ДТП явилась авария на подвесном мосту вечером 2 октября. Столкнулись сразу три автомашины. Виновником стал водитель «Шевроле», который, не соблюдая скоростной режим, спровоцировал столкновение внедорожника «Хайландер» с автомашиной марки «Газель». В УВД отмечают ежегодно количество водителей на дорогах «Семея». В среднем становится больше на 5 с лишним тысяч человек, большая часть которых – это молодежь до 23 лет. Со стороны Управления внутренних дел города и местной полицейской службы проводится ряд профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортных происшествий. В частности, это выступления в СМИ, встречи с коллективами, оперативно-профилактические мероприятия, месячники. Результатом проводимой работы является снижение показателей на 3%. Продолжаем выпуск. А также разъяснение опасности влияния деструктивных религиозных течений. С начала текущего года члены группы уже провели более 150 встреч с жителями Семея. Они прошли в учебных заведениях, а также в медицинских учреждениях города. Сегодня аналогичная работа проводится среди трудовых коллективов производственных предприятий. В ходе встреч люди в основном задают вопросы о том, как выглядят представители нетрадиционных религиозных течений и об информации религиозного содержания, которое сегодня активно распространяется по социальным сетям. По словам организаторов, в ближайшем будущем такие встречи также будут организованы в среднеспециальных учебных заведениях со студентами первых-вторых курсов. «Профилактика религиозного экстремизма – это прежде всего уберечь людей, детей и взрослых от пагубного влияния деструктивного течения, не только исламского толка, но и христианства, где ярко пропагандируется отказ от медицинских услуг, прививки, нарушаются семейные ценности, традиции, меняются взгляды на жизнь, такие как отказ от службы в армии. Данные встречи организованы еще в рамках государственной программы по предотвращению религиозного экстремизма и терроризма». «Наш завод – вообще многонациональный галактик. В настоящее время, конечно, когда появляются различные течения, деструктивные течения появляются, каноны ислама меняются, тогда, конечно, существует необходимость. Даже когда в семье непонятные противоречия возникают между отцом и сыном. Сегодняшняя встреча, я думаю, не последняя. После этого еще, наверное, будут встречи. Спасибо ребятам». К другим темам. Государственный музей-заповедник Абая Ждибай-Борели выпустил три книги ко дню рождения Мухтара Ауэзова. Одно из них – авторское произведение «Коксирек», которое известно далеко за пределами нашей страны. Остальные две посвящены жизни и творчеству писателя. Издания уже нашли своих первых читателей. В честь 120-летия со дня рождения известного писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова Государственный музей-заповедник Абая Ждибай-Борели выпустил в свет три книги – «Ауэзовжане Аягос», «Жас Мухтар» и «Коксирек». В издании книг принимали участие как ученые, так и сотрудники музея. «Эти книги предназначены для того, чтобы каждый мог их прочитать. Думаю, что они написаны в таком формате, что понравятся всем, особенно тем читателям, которые интересуются жизнью и творчеством Мухтара Ауэзова». Каждая из книг напечатана тиражом 100 экземпляров. Книги «Ауэзовжане Аягос» и «Жас Мухтар» рассказывают об общественной жизни и творческом пути писателя, о том времени, когда он учился в учительской семинарии. Третьей напечатанной книгой стала повесть «Коксирек». И это не случайно. По словам сотрудников музея, зарубежная литература веды отмечает, что данное произведение признано на мировой литературной арене. «Мы планируем, что в ближайшее время эти книги будут напечатаны большим тиражом. Почему мы решили напечатать именно повесть «Коксирек»? Потому что именно она является избранным произведением. Думаю, что «Ауэзовжане Аягос» и «Жас Мухтар» займут свое достойное место в мире литературы. Все они были напечатаны, так как в них есть ценная информация о нашем городе. Все они были напечатаны, так как в них есть ценная информация о нашем народе и стране. Вся информация для данных книг была взята из фондов научной библиотеки музея. На сегодняшний день в ней, помимо периодической печати, насчитывается около 14 тысяч книг. В Семее завершился третий межрегиональный турнир по футболу среди детей. Соревнования проводились на призы Ассоциации футбола города Семей. В течение недели юные футболисты выявляли сильнейшую команду. По итогам состоявшихся игр победу одержали наши земляки. Межрегиональный турнир прошел в рамках недели УЕФА. В нем принимали участие команды юных футболистов из Семея, Усть-Каменогорска, Павлодара, Ридера и Шимонайхи. Цель соревнований – привлечение детей к занятиям спортом и развития футбола. Основная цель проведения – это выявление лучших спортсменов, юных футболистов для их дальнейшего формирования, для роста, чтобы они выросли в настоящих футбольных мастеров, чтобы они просвалили не только свой регион или город, но и республику. И очень много талантливых ребят мы увидели в течение этого турнира. Надеемся, что дальше они также будут радовать сердца болельщиков. Турнир проходил среди детей 2007 года рождения и младше. Всего в соревнованиях участвовало 12 команд, то есть более 200 юных спортсменов. По итогам игр третье место заняла команда Усть-Каменогорска «Алтай-1». А в финале за первое место боролись команда «Ильтыш» из Павлодара и футболисты «Цементника» из Семея. В итоге встречи наши ребята выиграли со счетом 2-0. Перед каждой игрой мы хорошо готовились. Я рад за нашу команду, что мы заняли первое место на этих соревнованиях. Я рад за всех, что каждый выкладывался, старался играть. В ходе турнира спортсменам, показавшим отличные результаты, были вручены призы по различным номинациям. Команда победителей была награждена кубками, медалями и грамотами. Самат Секенов, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!